Подпишись, нажав на кнопку подписаться, поставь давление о новых видео, колокольчик, над ним появляются две полоски сверху, можно дизлайк, лайк поставить, также можно поделиться в любой соц. сети. Привет всем, это обзор роутера Xiaomi 3G модель, не знаю, просто третья серия, почему называется 3G, самая модель более-менее подходящая по цене и производительности. Может быть не всем это нужно, конечно, процессор, какой-то быстрый USB порты, но поскольку у меня перед этим были Asus N66, TC66, то как бы какой-то мега простой мне уже не подходит. И, ну этот в общем-то я использовать не буду, у меня есть другой, просто взял потестировать. Давайте посмотрим внешнее. Внешняя крышка матовая, белая, она, конечно, будет пачкаться, но белый цвет симпатичный, надпись Mi 1 светодиод, по-моему, он только желтый-синий, еще, может, красный иногда, как-то совместный. Сразу технические какие просчеты я вижу. Стоит 2 500-3 тысячи. С китайской прошивкой не берите, потому что придется возиться долго, чтобы перепрошить. Проще купить, там, 300 рублей дороже, 500, зато не будете тратить время уже нормальную, там, международную или английскую прошивку. Какая же понравится. Так, что я хотел показать-то. А, вот отверстия вентиляционные. Сама плата вот здесь вот находится. Неполную плоскость она занимает. Вот это ножки, на которых он стоит, пластиковые, дурацкие, могли бы резиночки поставить, чтобы он нормально стоял. Ну, это все ради мегаэкономии. Там есть Pro-роутер, который такой большой, в нем ножки нормальные. Ну, в чем, получается, чушь? Здесь плата, радиатор стоит. Тепло двигается кверху. То есть, отверстия должны быть сверху, чтобы тепло выходило. Они, я заметил, сделали вот здесь вот щель. То есть, входит как бы снизу и выходит через эту щель. Но, конечно, выходит, но мало. Еще тогда нужно было по бокам сделать, спереди. Здесь, может быть, какие-нибудь сверху тоже надо было бы сделать. Но греется он не сильно. Но все-таки не помешало бы маленькие отверстия и сверху сделать. Потому что, если он стоит, стоит так, то тепло куда выходить. А так, если закреплен у стенки, то тепло отсюда будет выходить. Ну, хоть догадались, а не сделать. Здесь порт интернет-питание. Два всего лишь проводных лана. Это, конечно, удивляет, потому что в самых дешевках впихают всегда по четыре. Ну, именно вот так вот. Такой смысл сэкономить на это. Вот один доллар, ну, странность какая-то. Да, все-таки он стоит не сто рублей, там, три тысячи рублей, два проводных. Ну, и только на одну комнату, два компьютера. Хоть они и говорят, что приставки все по Wi-Fi, да нафиг в квартире Wi-Fi. Кабель протянуть нужно. Более стабильное соединение. Wi-Fi, он радиоэфир засирает. Ничего хорошего как бы в квартире Wi-Fi я не вижу. Только когда телефон, конечно, ты же не можешь кабель ему подключить. А приставка-то, например, на андроиде, она стоит постоянно. Поэтому если один гигабит, то, конечно, приставка тоже должна быть с кабелем. В общем, два, это ну, это очень мало. USB-A3 это хорошо. Кнопка сброса. Мне не нравится она, потому что делают, что нужно штырек туда запихивать. Ведь могли сделать просто выключатель. Я понимаю, как задумывалось, что чтобы не нажали. Вот люди пихают, чтобы не нажали, а то сбросится. Ну, так переключатель сделай просто такой маленький, который тоже только переключать. Ну, не надо было бы держать. Потом выключателя питания нету. Приходится питание вставлять и держать. Тоже сэкономили вот доллар на выключателе. То есть, можно было бы включать, если вот заходить в этот начальный загрузчик Брид. То есть, вот такая постоянная экономия, дизайн красивый. Более-менее кому-то. Мне пофиг вообще какой-то дизайн. На стенку не повесить. Тут люди отверстия делают. Но можете, я уже говорил в одном обзоре тряпочкой, ну, резинкой вот так вот зацепить. Два винта. Ничего не надо сверлить. Зачем? Вот, кто не понял, вот кабелем там можете вот так вот. Ой! Дурацкий, кстати, кабель. Сейчас, когда покажу его, сразу. Зарядка. Он жестковатый. Как бы белый такой прикольный. Ну, какой-то жесткий он вот так вот. Есть же нормальные кабели более качественные. Какой-то дубовастый. Это китайская вилка. Далее переходник дают. Там... Где он у меня? Что-то я его найти не могу. А! Вот он. Выкидывайте сразу его. У него стальные контакты. железо. Может перегреться. Магнитом проверяйте. Он магнитится. Хламина вообще. Так. Неразборный. Конечно, неудобно. Мало ли чинить. Нужно. Зачем его выкидывать. Так все выглядит симпатично. Вот кабель какой-то странный. Можно было помягче сделать. Он какой-то вот. Что это? где-то у меня есть кабели. Вот. более качественный. Как-то ведет себя более приятно. Такой он как бы и не говневый и в то же время и мнется такой. Это USB-шный. Конечно, не питание. Но так для принципа хотел я показать. Вот. И здесь как я крепление о чем говорил. Здесь просто резинка его цепляешь к стенке вот так. и он стоит. Но вообще не так а вот так вообще. Потому что кабели-то снизу обычно идут. Если он на стенке стоит то сцепляйте вот так. И вентиляционное отверстие окажется кстати книзу. Тепло не будет выходить. А, тепло будет выходить все-таки здесь. Так. Что тут? Наклеечка приложения для телефона. но оно какое-то урезанное. Там мало чего можно делать. Есть как бы и хорошо. Но мне оно показалось урезанным. Антенны несъемные. Это как бы для удешевления. Большинство и не меняют. И я фактически и не менял антенны. Но иногда это неудобно. То, что 4 штуки по 2 на диапазон это хорошо. Регулируются они в таких положениях. Это максимум вниз, среднее и вот так. И крутится вот так вот на 108 градусов. Дальше не крутится. Обратную сторону не развернуть. Так можно сделать. Еще интересную вещь я заметил. Болтанка. роутер новый. Поэтому видите вот это более крепко держится. Вот я жму он в среднем положении вот пальцем. Он сейчас даже положу его вот. Он держится. А это такой он болтается. Причем два средних именно не разболтанные. А вот эти два средних они болтаются. А вот эти два держатся. Как так происходит? Интересно. Ну не понимаю как так если бы все болтались на производстве что ли это диапазон 2 гигагерца какие-то надписи Mi Wi-Fi прицепили. Но конечно это не смертельно они держатся. но они даже так немножко выпадают назад. Блин люди же там проверяют миллиардами рублей долларов ворочают. Странная вещь. Держится же вот так крепко. Вот прикольно просто как надежность говорят продукции. А в этом нормальное положение. Вот в этом они все так нет да 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 и в этом положении они более разболтанные. Да ужас это вот я тихонько эти две крепко держатся эти болтаются ну я думаю у всех у вас такая же фигня была ну проблема с антеннами так что еще здесь диоды есть светятся активности это хорошо но то же самое если они мега экономят а диодики диодные поставили контакты странность тоже какая-то если они прям посрались тут все переключатели убрать странность немножко так что кто не хочет перепрошивать не берите китайская прошивка у меня заняло прилично времени хотя опыт и был можно перепрошилась да все поставилось но для многих людей это не будет стоить 300 500 рублей что дороже уже прошитые да и вообще кому меньше возиться охота Asus AC66 проще взять там и прошивок гора хотя у вас греется модуль 75-80 градусов это конечно слишком надо вентиляторы там ставить к своему я так и не поставил вентилятор может потом поставлю коробочка я не мог понять как он кладется оказалось вот так вот он ровная поверхность кладется плоская коробочка такая получается нормально а сюда зарядное устройство что-то еще кабель наверное какой-то но у меня кабеля нету ну не было у меня свой кабель так что в общем-то все я показал пластик не вонючий такой качественный жесткий диск я думаю он не потянет полтора ампера это только на жесткий диск то есть нужно будет питанием жесткий диск питанием подключать пока что я не подключал смотрел прошивку отдельный обзор я сделаю на саму прошивку там несколько прошивок можно и несколько заснять в основном все ставят подаван сразу все нормально поставилось более-менее но возникла проблема приложения от подавана у меня не увидела почему-то роутер хотя пароль я правильно вводил и при работе 80 полосе 80 мегагерц в IC диапазоне пинг на 60 микросекунд почему-то больше становился при подавании вот последний на сегодняшний день которое я проверил когда ставишь 40 мегагерц было нормально я не понимаю на нескольких устройств я думал у меня телефон там сбоит планшет нет несколько телефон планшет модуль вай-фай дофига у меня этих на трех устройствах одно и то же что это прошивка само устройство а еще с прошивки разгон есть он особо пока и хватало производительности но прошивку поставил с разгоном есть хотя почему-то я в самой прошивке не вижу где он частоту показывает кроме логов может какое-то надо расширение ставить что ну прикольно что можно разогнать системную шину память процессор молодцы конечно что это сделано прошивки добавляют и загрузчик брит естественно его поставил его тоже нужно переводить с китайского конечно в иероглихах очень тяжело даже интуитивно разбираться так а как эти крепятся антенны в положениях средних тут штырек такой торчит полоска торчащая и паз и вот он фиксируется то есть им нужно было либо плотнее насаживать либо можно было сделать просто чтобы она плотно шевелилась плотно прижата и так ты в любом положении можешь поставить она так плавную регулировку выдержала зачем какие-то средние положения может так чтобы не болталась так ну четвертая серия вышла там ничего они не изменили а что про USB еще хотел сказать то что сзади неудобно обычно когда идут здесь кабели и удобнее где-то с боков либо спереди отключать жесткие диски а то все кабели сзади тут все болтается антенны болтаются если стоит еще более-менее ничего тогда тут может быть многие переходят на боковины две штуки еще нужно было сделать конечно одной мало хоть в модем воткнешь а жесткий диск куда ну понятно хаб можно но многие уже даже дешевых ну относительно дешевых я имею ввиду там до 100 долларов они пихают по два усб вот бы что я сделал то что пластик матовый это хорошо не будет так пачкаться так что про коробочку я сказал здесь можно тянуть коробочку такой ярлык и молодцы коробка с иероглифами потому что они только для китайского рынка продаются так что кому нужен русский либо английский сразу это учитывайте можно поставить еще конечно мне не понравилось что нужно кабинету привязывать из кабинета устройства потом скачивать отдельный файлик именно для телефона то есть сразу нет доступа по SSH ну это ужас зачем ну что им дает то что под контролем ты ну он не модифицированный он тысячи рублей бы не стоил так что это произошло тысячи рублей то есть две пятьсот три тысячи поддержанные опять же C66 может какие-то ДТП линки зиксели фиг знает тенды там вышли понятно им как бы пофиг на рынке всякие другие но это какая-то странность вот это вот с ограничением ограничили чтобы ты не получил аж доступ и и что а ну стандартная прошивка она вообще полностью почти что недееспособная может быть на совсем людям которым совсем неинтересно может быть для этого я даже и не стал ее смотреть там конечно пять кнопок ну может быть кому-то и понравится большинству ну ужас ее может перевести конечно бы вот эту стандартную кому лень не знаю можно ли делать через расширение какие-то как-то стандартные там тоже не все переводится хорошо что есть загрузчик там загрузчики можно какие-то сбросы мак-адресы кстати менять даже эти прикольная штука надо посмотреть ну то что вот наклейка внутри вроде можно сменить загрузчики работает это или нет мне нравятся такие штуки прикольно хотя бы с помощью не совой сиоми а сторонних людей можно это сделать чуть ли не серийный номер там поменять потом посмотрим вот такое вот знакомство с сиоми то есть какие итоги можно сказать смотря что нужно если хватает двух кабелей либо настраивать не хотите можете уже купить сразу подороже чуть с прошивкой там подавана более расширенное это меню а если не нужно может быть и стандартный можно пользоваться хотя стандартный никто кто будет пользоваться иероглифом конечно ужас даже английский был бы то есть такое устройство спорное в таком виде уже разогнал прошивка русско-английская нормально производительность вроде нормальная то есть смотря кому что мне я бы оценил как бы нормальный роутер более менее даже вот возня с прошивкой ладно прошил один раз но пинка почему-то меня напряг увеличивающийся ведь он на 60 микросекунд это очень много прибавил даже для беспроводной связи вай-фай там задержка 5-10 микросекунд там получилось ну я подключал сотовый этот модем там 40-30 от него и там становилось 100 миллисекунд то я даже не понял причина именно это устройство антенна вряд ли что-то мне мешало соседи на нескольких устройствах я проверил какое-то дело в нем железе и в прошивке иногда оно сбрасывалось нормально на стандартный что по кабелю там 45 было что по беспроводному 45 такая вот странность как бы основные параметры это должны стабильно работать а пинг он тормоза будет вносить для того есть вай-фай кабель чтобы пинг был мелкий до 10 миллисекунд ну что ж вроде все что хотел сказал такое знакомство с продукцией китайской сиоми роутер 3g процессор медиатек по-моему 76 21 а 880 частота даже запомнил память ddr3 почему-то они ddr4 фиг знает почему роутер ddr4 не использует хотя она уже по цене давным-давно недорогая и основное это что я просто не говорил но в основном кто покупает знает что память 128 и 256 оперативная и постоянная для прошивок 128 оперативная 256 это считается очень хорошо потому что оперативную ставят часто 256 а вот постоянную там 16 64 какой-то 32 то 128 то есть можно пару каких-то прошивок запихнуть вот в этом основная ценность горло болит какие-то бесконечные простуды вот основная ценность этого роутера и как-то переделать идея у меня возникла может переделать вилку на европейскую или российскую переходничок неудобно может быть дойдут руки потому что конечно этот переходник кривой это ужас на это все пока подписывайтесь если нужна какая-то связь комментарии у меня особо времени нет читать в дискорде там есть дискорд можете в дискорде написать ссылка дискорда канал там можно написать ну а как бы понравилось не понравилось это уже не особо важно кого не понравилось можно просто не смотреть специальные какие-то мега веселые обзоры я делать не буду я стараюсь больше техническую какую-то детали обсуждать кому интересно материал там конструкции ну что ж пока еще раз подпишись нажав на кнопку подписаться поставь поставь давление о новых видео колокольчик над ним появляются две полоски сверху можно дизлайк лайк поставить также можно поделиться любой соцсети подпишись подпишись на канал подпишись подпишись Продолжение следует...